В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска корок об основных событиях. В преддверии Дня защитника Отечества представители администрации округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Канельского. Нас администрация не покидала никогда. Глава Ленинского городского округа посетил волонтерский пункт «Пчелки добрых дел». Это строчка, которая делает. Вот нам такое нужно промышленно. Работу нового автобусного маршрута 31К обсудили с жителями. Нам удалось это все оперативно отрегулировать со всеми министерствами, ведомствами и так далее. В преддверии Дня защитника Отечества представители администрации Ленинского городского округа поздравили жителя видного ветерана Великой Отечественной войны Бориса Канельского. Накануне праздника герой отметил свой 98-й день рождения. Борис Канельский – один из немногих оставшихся ветераном Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ленинского городского округа. Днем защитника Отечества его поздравил глава муниципалитета. Борис Харитонович в ответ вручил Станиславу Каторову авторскую книгу с фронтовыми заметками. За праздничным столом прозвучали поздравления сразу по двум поводам. 4 февраля Борису Канельскому исполнилось 98 лет. Что хочется сказать – поздравить с наступающим праздником, 23 февраля. Не могли не прийти. Знаем, что день рождения. Борис Канельский ушел на фронт в 18-летнем возрасте. Его грудь покрывают награды, полученные за боевые заслуги. Одна из них – медаль за взятие Берлина. Для героя, который подарил мир своей стране, нет ничего ценнее, чем память о его заслугах. Это очень почетно – встречать праздник у себя дома. Нас администрация не покидала никогда. Вот 10 лет мы здесь, вот 14 год, ровно 10 лет мы здесь. И ровно 10 лет каждый праздник, каждый 9 мая, каждый его день рождения. То есть дедушка у нас, ему можно все. Вот все, абсолютно все. Администрация Ленинского городского округа продолжит оказывать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил волонтерский пункт «Пчелки добрых дел». В автономной некоммерческой организации мастерицы шьют одежду и одеяло против тепловизоров для участников специальной военной операции. Этот флис темно-зеленый, не для праздника и славы, этот флис темно-зеленый, весь пойдет на балаклавы. С флисом, материалом для термокомплектов работать проще всего, объясняет Мария, участница проекта «Пчелки добрых дел». Самое трудное – шить белье, предназначенное для раненых бойцов. Трусы на липучках, тяжело, шорты, очень много мелкой работы. Пошив одежды для госпиталей – это главная задача мастериц. У нас направление, мы когда организовывались отдельно, мы планировали делать специальные изделия, специализированные для госпиталей. То есть у нас была основа – это брюки на липучках для людей с ограниченными возможностями, с аппаратами Лизарова. Участницы волонтерской организации называют себя пчелками, работают также трудолюбиво и шустро, чтобы как можно быстрее обеспечить солдат всем необходимым. Липучки открываются полностью. То есть раненого бойца кладут, потом это закрывают, на него одевают и закрываются. То есть у него размер у нас универсальный идет. Мы всегда вот в каждые брюки, в каждые шорты мы обязательно кладем какую-нибудь вкусность, вкусняшку, икону обязательно и письмо от детей. Они это очень любят, мы рисунки, то есть мы все это упаковываем. Ну вот примерно вот так у нас. Помимо одежды волонтеры шьют покрывало невидимки от тепловизоров. На ветке вот они ставят, то есть чтобы рисунок не читался, потому что тепловизор, он читает рисунок, который постоянно повторяется, паттерн. Поэтому нужно ломать его, то есть ветка выше, ветка ниже, и тогда этот рисунок ломается, и тепловизор его не увидит. Волонтерский пункт находится на школьной улице на первом этаже дома 56. Сюда участницы проекта переехали из Расторгуева, где своими силами снимали помещение. Благодаря поддержке главы Ленинского городского округа сейчас в распоряжении тружениц тыла площадь более 70 квадратных метров. Что-то нужно? Дополнительно там какие-то швейные машинки, еще что-то? Вот эта строчка, которая вот делает. Вот нам такое нужно промышленно. Бытовая есть, но у нее скорость маленькая. Сейчас в организации трудится 266 человек. Станислав Катров пообещал, что для пчелок добрых дел будет закуплено необходимое оборудование, намного упрощающее процесс пошива вещей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Новый автобусный маршрут 31К, курсирующий между микрорайонами Зеленой аллеи, станцией Расторгуева и жилым комплексом «Первый квартал» был запущен около недели назад. Маршрут полностью дублирует 33К, на который поступали многочисленные жалобы от жителей. Малое количество транспортных средств на линии, несоблюдение графика, водители брали наличную оплату. В связи с этим было принято решение сменить перевозчика. Заменить наш предыдущий маршрут 33К, который работал непонятно как. Обещали с 15.02. С 15.02 это чудо произошло. Ну, по крайней мере, чудо в наших глазах, потому что нам удалось это все оперативно отрегулировать со всеми министерствами, ведомствами и так далее. Соответственно, данный маршрут запустили. После запуска автобусов представители Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа встретились с активными жителями «Зеленых аллей» и жилого комплекса «Первый квартал», чтобы обсудить работу нового автобусного маршрута и что необходимо улучшить. Большая загруженность автобусов и люди просто не могут влезть в автобус, чтобы доехать на работу. Получается, кто-то часть идет пешком, какая-то часть просто вынуждена пользоваться услугами таксистов. Ну и также ветерня, лима на обратном пути. Все тоже самая проблема. Перевозчик сейчас анализирует, он только зашел, работает пять дней, зашел на территорию. Дальше он анализирует свою работу, сколько пассажиров ездит, пассажиропоток, все изучается. Жителям предоставлено пока предварительное расписание его работы, сейчас оно соблюдается. Расписание автобусов будет переработано, исходя из пассажиропотока. Также все замечания и предложения жителей возьмут в работу и рассмотрят в ближайшее время. Представители прокуратуры Московской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и МЧС проверили дворец Спортовидное. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. По требованию прокуратуры Московской области во дворце Спортовидное проверили выполнение санитарных норм, а также систему противопожарной безопасности путем инсценировки возгорания. Совместно с прокурором в осмотре здания принимали участие заместитель начальника Подольского отдела Роспотребнадзора и сотрудник МЧС по Ленинскому округу. Провели осмотр. Здание отдельно стоящее, обеспечено всеми центральными коммуникациями, водоснабжением, отоплением. Отделка стен, помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфицирующими средствами в том числе. Где имеются раздевалки, имеется освещение. Провели, осмотрели. А нарушений сильных нет. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений требований в области пожарной безопасности. Информация будет подготовлена в своевременной стройке и направлена в Винновскую городскую прокуратуру для принятия решения. Несмотря на некоторые нарушения, которые были выявлены, в целом прокурорская проверка дворца Спортовидное прошла успешно. Небольшие замечания, которые присутствуют, я думаю, что мы устраним в кратчайшие сроки. Надзорные органы будут и дальше следить за соблюдением установленных норм в объектах массового скопления людей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Едное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел встречу с участниками специальной военной операции, которые за боевые заслуги были представлены государственным наградам. За круглым столом прозвучали слова поздравления и были рассмотрены общественно важные вопросы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда «БАРС». В его составе служат минометчик Сергей и командир разведки Алексей – коренные жители Ленинского округа. Станислав Катаров встретился с военнослужащими и поздравил сына одного из бойцов с прошедшим днем рождения. От нас, от городского округа, от меня лично поздравить его с днем рождения. Гражданские вопросы волнуют бойцов не меньше, чем задачи на передовой. Военнослужащий Алексей сообщил, что напротив дома 25 в поселке Дрожжино осуществляется незаконная вырубка леса. Глава округа пообещал разобраться в данном вопросе. Я высылал туда наше дело. Значит, они проверили, посмотрели. Действительно, незаконная вырубка. Сейчас мы с полицией разбираемся, кто это сделал. Также Алексей поднял проблему массовой парковки жителей во дворах, которая препятствует проезду во двор мусоровозов, снегоуборочных машин и другой спецтехники. Станислав Катаров отметил, что системная работа для улучшения ситуации ведется на территории всего муниципалитета. Сейчас разрабатываем правила организации дорожного движения. Губернатор такое поручение тоже нам дал. Мы уже 27 подов разработали. В эти 27 подов входит 56 дворов. Разговор бойцов с главой округа получился продуктивным. В неформальной обстановке за чашкой чая руководитель муниципалитета узнал, какая помощь требуется военнослужащим в зоне СВО, а также помог решить насущные проблемы. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В День защитника Отечества 23 февраля в 12.15 в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в городе Видное пройдут праздничные соревнования «Веселые старты». 24 февраля в 13.00 в научном центре музея-заповедника «Горки Ленинские» состоится лекция «Электрификация всей страны», из которой можно узнать много исторических фактов. В центре досуга «Кортино» 24 февраля в 14.00 состоится мультипликационное путешествие с любимыми героями. Приглашаются дети младшего школьного возраста. В 15.00 в субботу в Доме культуры поселка Петровское праздничный концерт «Вместе мы сила» выступают танцевальные и вокальные коллективы. А 25 февраля в Дворце культуры «Видное» в 16.00 программа для людей золотого возраста «Мужчины, вы наша гордость» – вход свободный. Проведите выходные интересно и с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok